Девчонки, всем большой привет! Кто меня не знает, меня зовут Наташа и всем добро пожаловать на мой канал. Мы здесь красимся, болтаем про косметику, болтаем про бьюти, про пустые баночки, по душам. В общем, разные у нас темы у нас здесь есть. Вот, поэтому, кому интересна данная сфера, оставайтесь со мной. Надеюсь, вам будет интересно. Я знаю, что вы очень любите макияжные видео. Я вас ими совсем таки не балую. Я давно обещала видео с кремами тенями Charlotte Tilbury снять. И вот в моей руке оказался второй оттенок из линейки. Это верушка. Это зеленый оттенок такой хаки. Давайте его распакуем, посмотрим. Я такие добью. Добью все макияжи с этими кремами тенями. Это вот такие хаки прикольные. Как я уже говорила, я их не использую соло. Я их использую в качестве подложки. И сегодня хочу сделать яркий зеленый макияж с использованием вот этих вот кремовых теней. Давайте посмотрим, что из этого получится. Я не знаю, честно говоря, как обычно, что я буду делать. Я просто вот села, у меня есть час времени, чтобы вам записать. Я даже не готовилась, можно сказать, вот как ходила по дому, собрала хвост, переодела майку и сижу перед вами как есть. Снимаю видео. У меня с утра вот есть тон, есть брови. Вот еще даже вся блещу, поэтому особо не готовилась. Чуть-чуть с консилером прошлась по самым таким местам, которые стерлись уже к концу дня. И, в общем-то, глаза не накрашены, поэтому будем сейчас с вами все это дело красить. Вот. И здесь у меня есть пострадавшие тени, ой, которые сыпятся очень сильно, блин. Это... Я вам их показывала как-то. Это тени Вайкон. Как же вам их показать, чтобы не рассыпать? Это вот такие вот штуки. Мне их кошка, к сожалению, уронила, и они рассыпались. Но тени очень красивого оттенка. Они похожи на тени Пэт Маград. В общем, надо как-то дойти и купить себе новую вот эту вот тенюшку, потому что она разбила, она упала просто на пол и рассыпалась вдребезь. Склеивать ее бесполезно, поэтому, как бы, она вот стоит, ждет своего час, когда я сниму. И хочу уже просто пойти и купить себе новую вот эту тенюшку, потому что возить ее с собой в таком виде не получится, и дома она вот вся сыпется. То есть вот это вот зеленое, все, вот все вокруг здесь. Короче, давайте начинать. Принцип работы с кремами и тенями я вам показала уже в своем предыдущем видео с оттенком джинн, с самым простым. Сейчас будет ровно то же самое примерно, но как бы сам макияж, да, база наноситься будет одинаково. То есть я беру кисть Мак 217, набираю эти тени и наношу сначала на подвижное веко в качестве подложки. Полупрозрачным таким оттенком. По традиции я буду красить один глаз, второй потом за кадром повторю и вернусь к вам с полным макияжем. Вот, чтобы времени просто не растягивать, поэтому украсим один глаз. Вот, наношу сначала все только на подвижное веко. Если хочется плотнее, значит мы набиваем, если хочется полупрозрачный эффект, значит мы растягиваем этот цвет. Более плотно я нанесла на подвижное веко и, соответственно, уже тушую эти тени почти до брови такими размашистыми движениями. С тенями работать очень легко, на самом деле они очень хорошо тушуются. Насчет застывают, не застывают. Ну, наверняка застывают, но я этого не знаю, потому что использую я их в качестве базы и после вот такого вот нанесения практически сразу закрепляю их сухими тенями. Поэтому, как они фиксируются, не фиксируются, не знаю. Сейчас у нас будет, сразу говорю, яркий макияж, а то я в прошлом видео такая красилась-красилась, взяла оттенок джин полупрозрачный и такая, ну, макияж будет неярким. Потом бабах! И у нас неяркий макияж превратился в смоки айс буквально. Вот, то же самое я наношу и по нижнему веку. Тушую тени достаточно низко, то есть вот прям до вот этой вот складочки, чтобы у нас глаз не казался маленьким. Вот, наношу это до центра. Вот, излишки сразу подтираю. Благо дело, сразу это можно убрать. И пока на этом останавливаемся. Так, что я хочу взять дальше? Дальше у меня есть палетка. К сожалению, я хотела вам показать макияж с палеткой Шарлотты Тилбери в оттенке Рэппл, но у меня ее просто девочка попросила, и я вынуждена была не использовать эту палетку в макияже. Но она еще придет, я вам сделала макияж именно с той палеткой. Сейчас я буду использовать вот из своей самонаборной палетки вот такой вот оттенок, это My Call Forever, Дуа Хром. Буду наносить той же кистью сначала на центр, то есть это такие, как бы, ну, это в основном зеленый оттенок, да, но переливается он в коричневый. Очень красивый оттенок, мне очень нравится, с ним очень красивый смокий айс. То есть, что вы понимали, у нас сейчас будет очень ярко. Я, конечно же, люблю больше яркие такие макияжи, нежели... Ну вот, если делать ярко, это должно быть прям ярко, да, то есть никаких... Ну, блин, девчонки, вы меня поймите, да, я вам сейчас просто достану эту однушку. Как можно вот с такими красивыми тенями сделать лайт макияж? Я думаю, что никак. Ну, вот, это такая красота, которую, знаете, невозможно взять и накрасить в половину силы. Я не понимаю. С тенями с этими тоже достаточно легко работать, они тушуются очень легко. Тушуются они в черно-коричневый. Вот у нас уже появляется небольшой такой рисунок нашего макияжа. Мы этими тенями работаем только сверху. Очень красивый оттенок у нас получается. Если хочется чуть-чуть поярче, набиваем его. В принципе, можно уже оставить и так, уже красиво все. Жалко, что камера засвечивает, либо затемняет, наоборот, но уже все красиво. Так, этот оттенок пока оставляем в покое. И сейчас будем работать с нижним веком. По нижнему веку я буду добавлять есть у меня такая палетка, не палетка, это Inglot, и это на самом деле набор хайлайтеров. Freedom System HD Highlighter Trio. Вот такой вот подарочный. Его мне подарила Аня Карташова при покупке кистей. А на низ я буду использовать вот этот вот оттенок. Это такой, знаете, коричнево-бордовый какой-то вот такой вот оттенок. Вот. И им же я буду тушевать, скорее всего, складку века. Так, где мне взять кисть маленькую? Кисть я возьму для нижнего века N Beauty из серии Catacana S8. Это новинка. Набираю этих теней. Этого хайлайтера, точнее. Почему это хайлайтеры, я не знаю, девочки. Для меня это тени. Ну, может быть, вот это вот отличный хайлайтер, но как вот эти два оттенка хайлайтерами назвать, честно говоря, с труду понимаю. Когда у нас есть такой акцент цветовой в макияже, я люблю использовать его только по верхнему, либо по нижнему веку. Как бы весь глаз делать одним цветом как-то не очень. Так, и сейчас я беру пушистую кисть. Это Manly Pro 31 номер. Набираю этот же оттенок чуть-чуть и тушую в складку века, чтобы придать грубо говоря нашей складке века не черный вот этот оттенок, а немножечко грубо говоря приблизить его к цвету кожи, через вот этот коричнево-бронзовый оттенок. потому что у нас сразу зеленый который тушуется в черный и перехода у нас никакого нет. Переход обязательно должен быть. Это делать макияж более таким мягким, скажем так, когда есть у нас переход от темного к светлому. То есть у нас черный сразу в цвет кожи не должен переходить. Должна быть какая-то мягкость и должен быть какой-то градиент. Пушистой кистью я подтираю несовершенства, скажем так, жесткие границы. Дотушевываю складку и наложу порядок. В конце макияжа мы все равно еще дотушуем все. Дальше я беру более детальную кисть вот такую вот и вот этим вот оттенком самым светлым из этой палетки набираю его и накладываю в уголок во внутренний уголок глаза дабы придать вот такое свечение сияния и растягиваю так вот по нижнему веку. Сейчас будет мой любимый прием с карандашом по нижнему веку со стрелкой я думаю что добавлю сюда потому что сюда хочется добавить вот и этот же оттенок я добавляю под бровь прям вот под саму арку под всю бровь его не нужно но под арку вполне видите достаточно я конечно набрала там еще сейчас куча разных фотографий с макияжами которые бы я хотела сделать но как это все осуществить вопрос так дальше я хочу взять скорее всего коричневый карандаш не буду прям делать очень черным наши глаза сейчас мне придется заточить обязательно карандаш нужно затачивать иначе он будет корябать и века будет раздражать глаз вот прохожусь по нижней слизистой обожаю этот карандаш он кстати очень похож на цвет вот этих вот теней которые мы накладывали по нижнему веку только чуть темнее ну примерно в той же цветовой гамме в той же температуре такой коричнево бордовый они да они прям одинаковы по цвету вот если их вместе положить они одинаковы вот захожу немножко на ресничный контур и беру детальную кисть которым я оформляла нижнее веко набираю теней и растушевываю карандаш макияж у нас получается нижнее веко на самом деле макияж очень простой все макияжи делаются по одному и тому же принципу с нижнее макияж 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 я сниму его очень быстро потом я беру откладываю пока свои вот эти тени беру вот эти мои рассыпушки разбивашки ох надеюсь я сейчас не перемажусь у них все так как бы их еще открыть конечно вот и прям пальцем или не пальцем как же их нанести то давайте наверное не пальцем а я возьму какую-нибудь синтетическую кисть ну типа вот такой обычной и попробую все-таки их нанести как-то более аккуратно на центр века мне нужно поставить вот такой акцент а ну да вот нормально переносится вот видно сейчас нанесу поярче чтобы для фото видео вам было получше видно надеюсь нормально видно что он адски такой красивый цвет и он прям очень 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 красивый ну все достаточно так оставляем пока в сторону берем фломастер фломастер подводка у меня тоже шарлотта тилбори так и мне нужно мне нужно зеркало так я беру значит маркер шарлотта тилбори и делаю стрелку по верхнему веку стрелку я рисую такими прикладывающими движениями то есть я не линию рисую я просто прикладываю маркер несколько раз и тем самым у нас стрелка состоит из отдельных таких штрихов так и внутренний уголок глаза я также маркером прорисовываю так дальше рисую стрелку на удивление этим маркером очень удобно рисуются стрелки вот прям очень прям раз и готово сюда конечно теперь будут проситься накладные ресницы для таких стрелок оч finа до проц до до Так. Готово. И что нам осталось? Нам осталось, в общем-то, прокрасить ресницы достаточно густо, дабы они выделялись. А можно, кстати, не прокрашивать, а наклеить какие-нибудь ресницы. Сейчас я найду какие-нибудь реснички. У меня здесь есть в загашничке Оля Романовой ресницы. Мы с вами возьмем какие-нибудь уголковые. Ну, даже, например, S2. Вот эти, мне кажется, сюда очень подойдут. Сейчас клей начнет подсыхать. И мы с вами все приклеим. Блин, такая разница. Такое ощущение, что я вот так вот сижу. Как нет глаза, есть глаз. А сейчас этого глаза станет еще больше. Так. Ну что, клеим нашу ресню. Ну вот. Ресницы очень пушистые. И, в общем-то, красить ресницы нет необходимости. Они пушистые. Их много. Все как я люблю. Ну что, сейчас я выполню до конца макияж. Я закончила макияж на этом глазу и вернусь к вам. Так. Ну что, я все доделала и мне теперь не хватает ресниц снизу. Я решила взять тушь и докрасить нижние ресницы. Так. Сейчас добавим бровей. Чем ярче макияж глаз, тем ярче брови. Так. Из этой же палетки, лимитки, я возьму вот эти вот румяна. Кисть N-Beauty, белка. Б1. Немножечко нарумянимся. Так. До конца макияжа у нас осталось прям совсем чуть-чуть. Терпение, девочки. Вот. Румяна мне очень эти нравятся. Вот прям очень. Так. И добавим губ. В качестве помады для губ я буду использовать вот такую вот Filmstar on the go. All about Eva он называется. Название вряд ли вам будет видно. В общем, это вот такая вот штука, где помада, она же румяная и кремовые тени в миниатюре. Я набираю прямо так пальцем. Делаю вот такие вот губы уточкой. И наношу все пальцем. Вот. Очень свежо. Я думаю, что к таким ярким глазам обязательно нужны только вот такие кремовые губы. Потому что что-то бордовое, красное, коралловое сюда. Ну, как-то перебор уже будет. С причёской, конечно, Achtung. Вы не обращайте внимания. Пусть такой вот хвост у меня остаётся. Целью было показать вам макияж с применением кремовых теней Charlotte Tilbury в оттенке. Верушка. Да. Я все тени, как я уже говорила, использую в качестве подложки. То есть я их не ношу самостоятельно. Вот. Дальше я использовала сухие тени от Makeup Forever. Кому интересно, это оттенок ME302. Это такой дуахром зелёно-коричневый. Вот. И украшала я свой макияж вот это вот ярко-зелёное пятно. Это тени Вайка. Вот такой вот в оттенке 04 Esmeralda. Они у меня разбились, поэтому распаковать их для вас не могу. На губы я нанесла Filmstar On The Go. Вот этот вот оттенок помады. All About Eva. На глазах у меня также ресницы от Романовы Makeup. S2. Вот эти вот румяна у меня были из палетки Hourglass. Вот этой вот. Вот они, в общем-то, однеимённые. Вот. Ну, в общем-то, всё, что я нанесла. Про брови я думаю, что всё понятно. Релуи. Карандаш Анастасии Беверли-Хиллз был под тушью. Коррекция была выполнена ещё утром с помощью палетки Анастасии Беверли-Хиллз. Вот такой вот. Я думаю, что вы все про неё прекрасно знаете. Ну, в общем-то, всё. Я всё рассказала про свой макияж. Надеюсь... Надеюсь, он вам понравился. Надеюсь, вы не разочаровались в тенях. Кто пробовал, скажите, пробовали ли вы эти тени? Как они вам? Мне, например, очень нравятся. Я их использую в качестве подложки. Уже 500 тысяч первый раз говорю. Вот. И на них все тени держатся очень классно. То есть, вот прям очень классно. Ничего не скатывается. Даже вот эти вот украшалки не будут скатываться. Стрелки я рисовала с помощью маркера Анастасии... ой, с помощью Шарлотты Тилбери. Вот такой вот с фетровым наконечником. Я ненавижу такие маркеры. Но вот этот маркер рисует потрясающие стрелки. С первого раза, девочки. Кто хочет идеальных стрелок, пожалуйста. И забыла вам рассказать. Также использовала в макияже вот такой вот наборчик. Написано HD Highlight. Это Inglot. У них есть такие хайлайтеры. Я использовала во внутренний уголок вот этот цвет. И растушевывала складку века вот этим оттенком. И по нижнему веку его добавляла. Также на нижнем веке у меня по традиции карандаш Urban Decay в оттенке Hustle. Вот, собственно, и все о моем макияже. Пишите, как вам понравился такой макияж, не понравился. Надеюсь, я вас не утомила длительностью видео. Пишите, что вы думаете, как вам такой вариант макияж. Повторили ли вы его? На этом я буду с вами прощаться. До встречи в новых видео. Всех обнимаю, всех целую. Пока-пока.